Ален, ты когда-нибудь задумался о покупке нового автомобиля? В смысле нового? Если ты о новеньких блестящих машинах с автосалона, то да, но удовольствие-то, конечно, не из дешевых. Это точно. А если даже деньги на такую значительную покупку есть, то сразу встает вопрос. А может, стоит взять себе на эту сумму БУ авто, но покруче? В общем, жизнь автолюбителя полна вопросов. Ну, а если вдруг вы выбрали вариант приобрести поддержанный автомобиль, вот вам несколько советов. Внимательно проверяйте документы. Документы – это то, что вы должны проверить в первую очередь. Если, например, приглянувшаяся машина находится в другом районе, но вы не хотите рисковать, попросите у продавца ВИН-код, чтобы проверить транспорт на отсутствие проблем через электронные базы. Кстати, рекомендуется перед покупкой обратиться в ГИБДД и узнать, не находится ли машина в розыске или аресте. Обращайте внимание на поведение продавца. Если продавец ведет себя странно, уходит от ответов, да и вообще вы чувствуете, что что-то тут не так, то мы бы рекомендовали прислушаться к своему внутреннему голосу и не ввязываться в эту сделку. Продавец, который продает достойный автомобиль, поможет с его осмотром, покажет его небольшие болячки и даже расскажет, как возил картофель с дачи в этом вместительном багажнике. Цена автомобиля – показатель его качества. Как бы ни расписывал продавец все преимущества автомобиля, если цена на него ниже в 2-3 раза, чем в среднем по рынку, это должно настораживать. Скорее всего, продавец просто хочет побыстрее избавиться от транспорта, который ломается так же часто, как открываются двери в супермаркетах. Коррозия – опасная болячка. Некоторые машины уже давно не должны находиться в нашем мире. Гнилая машина не только не радует глаз, но еще и требует больших финансовых затрат. Даже если на вид автомобиль будто только сошел с конвейера, не теряйте бдительность. Проверьте двери и пороги. Именно эти части больше всего подвержены коррозии. У машины без ее признаков двери будут открываться достаточно легко. А чтобы проверить пороги, нужно надеть белую перчатку и провести пальцем по месту, который скрыт от человеческих глаз. Если на перчатке не осталось явных ее признаков, это хороший знак. Пробег. В идеале показатель ежегодного пробега составляет 6-15 тысяч километров. Так что, если вы присмотрели себе десятилетнюю шкоду с пробегом в 20 тысяч, то, скорее всего, на дни наколдовали кудесники соседнего автосервиса. Сказки про то, что машина 5 лет стояла в гараже без дела, тоже должны вас оттолкнуть. Зачем вам транспорт, который просто-напросто пылился? Не пренебрегайте тест-драйвом. Водители, помните, автомобиль должен заводиться легко, без скрежета, без лишних звуков. Передачи должны переключаться плавно, без скрипа в коробке. А подвеска не должна шуметь, будто погремушка у годовалого ребенка. Если вы заметили это после подписания договора купли-продажи, то у вас проблемы. Поэтому перед тем, как этот договор подписать, выпросите у продавца кружок в другой подвору.